Тверскую область с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Вместе с губернатором Тверской области Игорем Рудене они посетили агропромышленный комплекс «Коралл» в Бежицком районе. В этот день здесь прошел запуск второй линии завода по производству комбикормов. Кроме того, состоялась встреча, на которой стороны обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Участие в мероприятии приняла и наш корреспондент Наталья Чекет. Мощность второй очереди комбикормового завода составляет более 350 тысяч тонн продукции в год. При ее выпуске используется собственное сырье – пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и горох. Основные объемы выращиваются в Бежицком районе и на соседних территориях. Старт производству дали министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Тверской области Игорь Рудене. Новый проект компании «Коралл» стал завершающим этапом 10-летнего инвест-проекта стоимости 37 миллиардов рублей. «Мы в день своего юбилея 10-летнего образования завершили инвестиционный проект. Все бюджеты проекта, которые были заявлены как инвест-проект, выполнены. Последний сегодняшний производственный объект мы пустили в производство. Остался внебюджетный проект, это как наш офис, который сегодня тоже готов». Во время визита в регион Дмитрий Патрушев осмотрел перерабатывающий завод, отметив эффективный и комплексный подход к реализации всего проекта. На предприятии могут выпускать 150 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Сейчас на всех объектах завода создано более 2000 рабочих мест. «Предприятие у нас новое, оборудование у нас все новое. Продукцию выпускаем постоянно, продажи идут, зарплату платят регулярно, не задерживают». В прошлом году аграриям Тверской области удалось собрать богатый урожай, в частности зерновых и картофеля. Положительная динамика зафиксирована и в мясном животноводстве. Развитие агропромышленного комплекса Тверской области и меры господдержки отрасли Дмитрий Патрушев и Игорь Руденя обсудили на рабочей встрече. «В прошлом году порядка 835 миллионов рублей было доведено до агропромышленного комплекса Тверской области. Все они доведены до сельхозтоваропроизводителей. В этом году мы планируем довести больше миллиарда рублей, уже практически на треть увеличить объемы финансовой поддержки». Губернатор представил Дмитрию Патрушеву ряд предложений, направленных на развитие АПК. Они касались поддержки в реконструкции дорог, ведущих площадкам крупных агрокомпаний. Также речь шла о повышении эффективности работы по вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель, реализации в регионе проекта по развитию современной и эффективной системы профессионального образования водорослей. «Очень важно, что сегодня Дмитрий Николаевич дал необходимые поручения для того, чтобы Тверская область смогла более активно участвовать в программах по строительству дорог к сельхозпредприятию. И, конечно, если говорить, наверное, о главном, это возможность уже с нашими тверскими брендами выходить в розничную торговлю на территории Российской Федерации и уже активно заниматься развитием пищевой и перерабатывающей промышленности». Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. В 2022 году региону было предусмотрено по этому направлению порядка 150 миллионов рублей, которые были полностью освоены. В текущем году объем федеральных средств вырос почти в 2,5 раза и превысил 400 миллионов рублей. Минсельхоз также ожидает стопроцентного освоения своевременного ввода объектов в эксплуатацию и контроля со стороны региона за качеством проведения работ.